У нас в гостях Чинарсов Илья, студент 2-го курса Института гражданской защиты Луганского государственного университета имени Владимира Даля. Доброе утро. Доброе утро. Движение российских студенческих отрядов за годы своего существования построило довольно большую историю. Наши бабушки и дедушки, мама и папа до сих пор с удовольствием вспоминают, как они ездили на картошку, делать совместные какие-то походы. Как сейчас это все происходит? В принципе, сейчас уже, ну, мне кажется, ничего не изменилось. На самом деле, ребята продолжают деятельность бабушек и дедушек. Они ездят на слеты МТО, молодежно-тудовых отрядов. Ну, в России это называется ЭРСО, это российские студенческие отряды. Ребята активно занимаются волонтерской деятельностью, помогают ветеранам, старикам, даже животным и также детям. Они ездят по школам, по детским садам, по детским домам, делают всякие разные концерты, проводят мероприятия, ну, и также общаются с детьми. То есть, стройки, картошка, это уже в прошлом? Стройки есть. Для этого есть линейные отряды. В России, как бы, есть линейные студенческие отряды. Эти линейные студенческие отряды нужны для того, чтобы ребята летом на два месяца уезжали работать, зарабатывать денежку, ну, и также делать благое дело. То есть, стройки остались? Остались. Это хорошо. В Советском Союзе это движение было одной из визитных карточек. Традиции возрождаются? Там, мне кажется, они не затухали, они есть до сих пор. Вы так думаете? Труд – одна из главных ценностей в студенческом отряде. Какие задачи стоят перед участниками отрядов? В первую очередь, у отряда есть командир и есть комиссар. Командир отвечает за то, чтобы отряд всегда, ну, выполнял задачи, всегда все делал и так далее. А комиссар, он придумывает комиссарки. Комиссарки – это определенные мероприятия, которые должны выполнить бойцы. Бойцы – это те, кто находится в отряде. Ну, и, в принципе, отряды выполняют, опять же, как я и говорил, они ходят на мероприятия, они проводят мастер-классы, лекции для детей. В основном лекции посвящены тому, чтобы поступить в вузы, ну, в вузах и так далее. Что осталось неизменным в студенческих традициях? Неизменным, скорее всего, это посвят. Посвят в студенческих отрядах – это посвящение в бойца, потому что, когда ты поступаешь в отряд, ты находишься как бы на начальной ступени, и эту ступень надо перейти и пройти посвящение. Когда ты проходишь посвящение, ты становишься бойцом. А как проходит посвящение? У каждого отряда разное посвящение, и я ездил именно в тот, я попал в тот отряд, там, где посвящение было три дня. Три дня посвящения? Три дня посвящения, да. Мы, ну, почти не спали. Почти как свадьба? Получается так, да. Мы почти два дня не спали, ну, как бы, у нас было очень жестко все, у нас как бы… Как это проходит, возможно, задания какие-то? Да, это несколько, это ступени заданий. То есть первое задание – это в основном физические силы, то есть вы отжимаетесь, вы все отрабатываете, все свои такие грешки и так далее. Потом дальше уже идет внутряк отряда, то есть всякие разные внутряковые. То есть в плане, к примеру, у отряда есть какие-то заповеди, да, и эти заповеди надо знать. И эти заповеди у тебя будут спрашивать старшие, и ты должен будешь на них ответить. То есть нужно эти заповеди знать всегда, как отче наш. Студенческий отряд на базе университета один, либо же есть ответвления, которые занимаются разными делами? На самом деле, на самом деле, я думаю, что отряд один, и как бы занимается он одним и тем же, но просто спектр того, что он может делать, очень большой. — Направлений разных. То есть и каждый из участников отряда самостоятельно может выбрать то направление, которое ему ближе, либо же командир, как вы сказали, который есть, уже непосредственно сам направляет, кого на стройку, кого еще куда-то. — Но это зависит от отряда, потому что командиры бывают разные, и отряды тоже бывают разные. — Но последнее слово значит «за командиром» всегда. Как сегодня проходит набор в студотряды? — В российские студотряды наборы проходят очень жестко. В том плане, что когда мы поехали, мы ездили с 27 января по 4 февраля в Россию. И получается, как я узнал, я попал в отряд, отряд назывался «Мята». И в этом отряде вообще получается, что около 47 человек. Но людей, которые хотят туда прийти, около 80. И то есть получается 80 заявок каждый год приходят к ним, и они должны выбирать из этого всего лишь 10 человек. — То есть на одно место два человека, как минимум, получается, и конкуренция есть всегда. — И как эту конкуренцию можно пройти? — Конкуренцию там, ну, три задания. Первое задание — это визитка. Ты показываешь себя, рассказываешь, кто ты, чем ты занимаешься. Второе — это ты знакомишься с отрядом, знакомишься с командиром, комиссаром, с бойцами, которые уже старички, которые уже отходили около трех лет в отрядах и так далее. Дальше уже ты проходишь взлетку. Взлетка — это там, где ты собираешь, ну, как у нас это было. Собираешь пазлы и в дальнейшем уже приходишь в отряд. — В свое время Советский Союз был интернациональным, и студентов было, иностранцев очень много. Как сейчас обстоят дела с этим? Есть ли у вас студенты-иностранцы, которые учатся вместе с вами? — Ну, если честно, я пока не видел студентов-иностранцев. — Пока таких нет, но это будет еще все впереди, значит. Сегодня проводятся уже всероссийские слеты студотрядов. Принимаете ли вы участие в них? — Да, да. Недавно ездили, буквально на прошлой неделе, и, в принципе, очень сильно понравилось. Я надеюсь, что я буду ездить туда теперь каждый год. — Расскажите подробнее об этом. — Хорошо. В этом году прошел, ну, как обычно, слет снежный десант. Снежный десант заключает в себе слет в плане волонтерский. То есть все отряды российские, ну, в тот момент московские, разъезжаются по всей территории России, и там они занимаются волонтерской деятельностью. То есть помогают ветеранам, старикам, чистят снег и также помогают детишкам. — А как вообще проходят слеты сейчас, в каком формате? — Вы приезжаете сперва в Москву, там вы видите со всем отрядом, начинается полное открытие официальное, приезжает глава, ну, или кто-то приезжает из верхушки, проводит открытие, и после этого ребята разъезжаются по всем территориям России. — То есть их потом идет распределение повсюду? — Да. Ну, в данный момент мы распределились, к примеру, я поехал в Тулу, в Тульскую область, в город Ефремов. — И все-таки студотряды — это работа или больше часть жизни? — Это призвание, скорее всего. — Призвание? — Да. Потому что, на самом деле, я занимался отрядами, ну, не так уж и много, но когда я попал в российский отряд, я понял, что отряды — это все-таки вещь. — Каким должен быть, по вашему мнению, такой хороший студотрядовец? Какими качествами он должен обладать вообще? — Он должен быть добрым, трудолюбивым, ну, и любить свое дело. — То есть вот это три главных качества, которые помогут добиться какого-то успеха в этом направлении? — Да, в принципе, я думаю, везде можно добиться успеха этими тремя качествами. — Ну, согласен, согласен. — Какие планы у вас есть на будущее, вот, у вашего студотряда? — У нашего студотряда в дальнейшем посещать российские, как бы, мероприятия. — Слеты, да? — Слеты, да. И активно там участвовать. — А какие вот ближайшие будут такие слеты, на которых вы примите свое участие? — Ближайший слет — это, скорее всего, летний слет моего российского отряда «Мяты». У нас в отряде зарождено так, что, получается, снежный десант — вообще слет один, но у нас в отряде их два. То есть у нас есть зимний слет, у нас есть летний слет. На этом летнем слете мы делаем то же самое, что и на зимнем. — А вот на море ездите вы с тут отрядами? Есть ли работа какая-то, которая возле берега моря? — Ну, я пока не ездил. — Пока еще не сталкивались с таким? — Ну, я думаю, все обязательно будет, и, возможно, уже этим летом получится такое испытать. — Ну, хотелось бы. — Большое спасибо вам за беседу. Желаем вам реализации всех ваших планов. А нашим телезрителям мы напоминаем, что в гостях у нас был Чинарцев Илья. Это «Утро Донбасса», не переключайтесь. Редактор субтитров —ze 비슷했던 place. Продолжение следует...